Всем привет, с вами Алис, канал Берлилаб. Сегодня мы говорим о канонах из землетрясениях. Начинаем обзор солнца, как обычно, включаем наш кинотеатр и смотрим, что происходило за последние дни на нашем светиле на выходных. Давайте включим. Ну вот сначала была вспышка, вот здесь между семью, точнее выделение плазмы было между семью и восьми часами, такой классической, как лампочка, видно, как будто какой-то элемент накаливания. Здесь с большой скоростью все это вылетело. Вот здесь, возможно, был протуберайн, смотрите, такая форма отрыва прям и полетела на девяти часах. Но все это не в сторону нашей планеты, может быть, там как-то по касательной что-то зацепит. Вот, смотрите, вот это более интересное. Здесь с большой скоростью, смотрите, это отрыв протуберанца, судя по всему, вот, видно, да? Ярчайшая плазма с большими температурами. Смотрите, какая красота. Вот эта форма. Протуберанцы стали часто отбрасываться от солнца в последнее время. Нам очень повезло, потому что вот эта вот штука могла вызвать серьезные последствия. Слишком большая плазменная нагрузка была бы. А сейчас она летит в сторону Меркурия и в сторону Юпитера. То есть, видите, как Юпитер на себя как бы вытягивает вот эти плазматические скопления. И полетела, видно, с большой скоростью, с большой плотностью. А все это довольно-таки опасно, если направлено в сторону нашей планеты. Ну, давайте дальше теперь посмотрим. Ну, и в конце, вот, мы, что-то происходило тут. Что-то не видно. Давайте, вот, первая вспышка еще раз прокатим. Вторая, вот эта быстрая, очень супер вспышка. И в конце, так, ну, прямо вот сейчас вот, вроде бы что-то тоже наблюдалось. Да-да-да, мы видим вот здесь вот, ну, довольно-таки рассеянно между часами и двумя. Это, может быть, даже на обратной стороне солнца, судя по всему, вот эта вот вспышка. Хотя, да, видно, что затрагивает большой, скорее всего, 95-я зона, которая уже отвернулась и там дала вспышку. Вот такие вот мысли по поводу солнца. Здесь, к сожалению, мы видим только половинку экрана. Сейчас почему-то вот с этой стороны слева ничего не видно. Но вот по этой половине мы не видим каких-то больших скоплений плазмы. Давайте посмотрим, как это все выглядело. Вот М7,3 была вспышечка вчера, довольно-таки резкая. За ней пошла еще вот С вспышка. Ну, вот эта М7,3 самая высокая активность за последние сутки, за последние три дня. Вероятности небольшие были, потому что солнце находилось большую часть времени как бы в состоянии такого спокойствия. Вот, смотрите, прямо сейчас вот идет вспышка, видите, нарастает прямо на наших глазах. Вот, как интересно. Так, С5,3, вот, по крайней мере, нынешнее значение. Давайте посмотрим, что тут интересного. 35,99, вот она вызвала это М7,3 вспышку. И 36,03, С1,2. Вот Мария как раз спрашивала про эту зону, 35,99, есть ли от нее какая-то опасность. Видим, что она, да, перешла вспышечную активность, но она же и отворачивается вообще весь конгломерат. Сейчас мы видим, потихонечку отворачивается, а впереди пока, ну, здесь есть какие-то зачатки. То видно, что активных зон с пятнами нет. Давайте глянем на статистику. У нас получается 28 сейчас пятен в шести активных зонах. И самая такая активная 35,99, она бордового цвета, потому что там и гамма, и зета уровни присутствует. Ну, вот здесь вот какое-то затемнение. Давайте посмотрим, есть ли там шансы для образования ДРД. Да, вот видно, что 99, прямо сейчас вот С. Вот видите, вот эта вот штука как раз вспышечку генерирует. Но она пока, мне кажется, без выброса материала происходит. То, что мы видели, все эти выбросы связаны с отрывами протуберанцев. Вот сейчас еще одна вспышка наблюдается. Ну, скорее всего, 35,99 на выходных оказывало влияние, потому что даже у меня что-то голова болела. Хотя и в горах были, вроде бы там гуляли. Да, мы видим, кстати, вот здесь вот такое пытается разрастись дыра. Но получится или нет, непонятно. Слишком большое давление. Смотрите, какая сеть здесь из протуберанцев. Прямо сложно такое. Как кошка с клубком шерсти играет, когда шерстяным. Да, то тоже вот может так запутать до такого уровня. Так, давайте посмотрим. Теперь, что у нас геомагнитная обстановка. Да, все прекрасно. 9 марта было до уровня 4, доходило ненадолго. Ну, а сейчас вот опустилось до единички. Все отлично. И прогноз тоже все в салатовой зоне. Все прекрасно. Переходим к вулканам. У нас 45 вулканов активно при норме 40. То есть чуть выше нормы сейчас. Давайте посмотрим, какие вулканы попали. Отсчет. Это Сокураджима. Там было сегодня извержение. Но деталей нет. Побокатипетль. Там радуют жителей центральной Мексики. Там взрывная активность. И высота пепла поднимается на 7 километров над уровнем моря. То есть там съемки довольно много красивых. Такие кадры тех процессов, которые происходят сейчас. Ну, самый активный сейчас на планете вулкан. Фуэга в Гватемале. Там извержение высота пепла 5500 метров над уровнем моря. Ревентадор в Эквадоре 4300 метров над уровнем моря. Ну что, переходим теперь к сейсмичности. По сейсмичности у нас 43 землетрясения крупных за неделю при норме 50. То есть ниже нормы. Но последний день, как ни странно, мы видим довольно-таки много землетрясений. 4,8 вот каким бы, на главе 10 километров. А 5,0 Коста-Рика на границе с Никарагуа. А вот между Австралией и Антарктидой 5,0. Вот к западу от Макуэа вот эти острова. Затем у Папуа есть. Там Новая Британия, остров 5,2 на главе 51 километр. Это 5,1 на главе 135 километров. Это в районе моря Банда. И вот на юг от Японии, острова Ицу, Изу, там 10 километров глубина. И Турция. Смотрите, Турция дает 4,8 у населенного пункта Демре на глубине 42,5 километров. То есть активность Турции на высоком уровне сейчас. Давайте посмотрим общую статистику. 4,5. Землетрясение 27,4. 92,3 и 213,2. Общий уровень активности признан как низкий. Я с этим не совсем согласен. Все-таки 4,5. Я поставил бы умеренные. Ну, в атомных бомбах, если перевести, это 0,3 атомных бомб. Выделилась энергия в связи с сейсмичностью. Давайте посмотрим теперь локальные данные. Вот у нас на Аляске здесь куда-то на север далеко зашло. Здесь 3,0 и даже глубину не определили. А так интересно, вот здесь у полуострова и на Львудских островов активности нет. Она как будто растет отсюда, из залива, около Анкориджа. Дальше поднимается довольно-таки рассеянно на север. И вот идет четко направленно сюда. Даже в сторону Канады-то особо дорожки нет. Но здесь на границе 2,0, на глубине 20 километров. Вообще ниже обычного на Аляске сейчас активность, что мы видим сегодня, по крайней мере, за последние сутки. Так, 2,2 на глубине 28 километров. Это в районе Килауэ, а там целая серия. У Сиэтла здесь активность продолжается. Здесь 2,4 на глубине 17,4 километра. Затем у нас в Калифорнии активность классическая, да, здесь по побережью. На юге очень много. На границе с Невадой, в самой Неваде там активность. На западе Техаса здесь даже вот заходит уже и в Нью-Мексико штат. Здесь 2,5 на глубине 5 километров. Оклахома есть. И на востоке в Теннисе 2,0 на глубине 20 километров. Так, ну вот Никарагуа, Коста-Рика. Здесь 5,0 на глубине 11 километров. Размещал в Телеграме это. И давайте Пуэрто-Рико посмотрим. 3,8 на глубине 7 километров. 3,5 на глубине 31 километр. Это на северо-запад, это на северо-восток. Ну и на западе самого острова здесь 3,4,8,7 километров. 2,4,10. Ну как-то велика активность, да, в последнее время в Пуэрто-Рико. Давайте теперь перейдем к основной карте. Азоры, двоечка. Канары, мелкая активность. Мелкая активность по югу Испании. В Пиренехии есть, как ни странно. Смотрите, очень мало активности во Франции. Только вот здесь 2,1 на глубине 5 километров. А у Неаполя 2,6 на глубине 1 километр. И, кстати, вот давайте посмотрим. Потому что там, да, судя по всему, это Кампифлегрей. Да, четко, смотрите. Все очень четко, прям там, где надо. 2,6 на глубине 1 километр. Вот так вот, видите. То есть здесь у Неаполя что-то как-то напряжение растет потихонечку. Да, мы видим, что Везувиево молчит. А с другой стороны от города, да, ну, странно разместить мегаполис. Вот и справа, и слева два довольно-таки активных и опасных вулкана. Ну, где разместились, там и разместились. Так, Румыния 3,3 на глубине 7 километров. Интересно, что это не зона раньше, а расположение ближе к Молдове. То есть вот этот вот северо-запад как-то очень активен в последнее время Черного моря. Вот Светлана Светикова пишет, так змеиная, это тектоническая возвышенность в Черном море. Может, он хочет подрасти еще? Привет всем. Ну, посмотрим. Черное море вообще очень загадочное. Мы видим, что здесь и у Самсуна активность, смотрите, 4,1 на глубине 35 километров. Тоже и чуть восточнее вот здесь, 1,4 на глубине 7 километров. Есть такое. Затем Албания, 2,1 на 15 километров. В Греции мелкая активность, в основном двоечке. Ну, вот 4,8 на глубине 21 километр на юг Антанталии, где в последнее время тоже мы наблюдаем активность. Здесь еще более мелкие землетрясения, 1,4 на глубине 9 километров. А в районе этой Семерки здесь 2,9 на глубине 7 километров. На юге здесь 2,2 на 14 километров. В общем-то, Семерка пока, ну, она продолжает активность, но пока ничего такого серьезного не генерирует. 3,1 на глубине 6 километров. Восточная Турция 3,1 на глубине 10 километров. Давайте глянем дальше. У нас 2,8 на глубине 5 километров. В Севере Индии. В Тибете 3,1 на глубине 10 километров. В Восточной Бутана 2,8 на глубине 5 километров. Так, давайте посмотрим, что у нас по северу. Ничего нет. Ну, вот здесь западные Альвуты дают 4,5-33 километра. У Петропавловска 4,3 на глубине 56 километров. Такая вот активность. Так, Оксана Шурченко пишет. Спасибо, Алекс. Благодарю вас. User Y1 пишет. Скажите, пожалуйста, все эти войны влияют на сейсмическую активность? Ну, я могу сказать так, что есть современные виды оружия, которые могут провоцировать сейсмическую активность. Но все-таки изначально она берется естественным путем. То есть эти процессы пока не управляемы. Так. User ZM1 пишет. Интересно, почему каждый день землетрясение это нормально или будет какое-то сильнее землетрясение? Вы знаете, землетрясения во многих активных регионах могут годами держаться на каком-то уровне. Допустим, Мексика. А потом в связи с течением каких-то обстоятельств происходит риск усиления и, возможно, происхождение крупного землетрясения. Это одна картина. А бывает более опасная картина, когда месяцами нет землетрясения. Допустим, как в Монголии вот это сейчас мы можем наблюдать. А потом раз и какое-то сразу крупное землетрясение. Такое тоже возможное сценарие. Так. Роза Геровская пишет. Алекс, благодарю вас за поздравления и за обзоры. Очень интересно. Каждый день прихожу с работы и бегу в YouTube за вашими обзорами. Да вы что, очень прекрасно, понимаете. Вы прям очень радуете. Даже немножко растрогали меня. Видите, смутился. По выходным даже скучаю и жду понедельника, чтобы услышать вас снова. Ну, на выходных я в Телеграме. Там можно общаться. Алекс, вам миллион сердечек. Спасибо большое. Очень добрые комментарии. Благодарю вас, Роза. Хорошего вам дня. Так, смотрим. Теперь восток Японии. 3,6-60 километров. На юго-восток 4,3. 4,8 даже на глубине 10 километров. 3,5 на глубине 50 километров. Сторон остров Рикю. Северная Филиппина. 3,4-28 километров. 3,0-9 километров. Южный Филиппин дает 3,3-26, 3,4-17, и еще южнее 3,5-105 километров. Так, запад Суматры. Троечки неглубокие. На юге 3,7-20 километров. На юг от Явы 3,9-41 километра. Здесь вот по островам тоже мелкие землетрясения. Тимур дает 4,2 на глубине 10 километров. Моребанда 5,1-131 километра. Восточный 4,1-86 километров. У Амбона 3,4-10 километров. Запад Папуа 4,1-17. Восток. Ну, здесь Новая Британия 5,2-46 километров. Так, смотрим теперь. 4,5 на глубине 558 километров. Это юго-восток Фиджи 4,7-534 километра. Новая Зеландия в самом центре под Таупа 3,4-105 километров дает. И 3,0 на глубине 15 километров дает Южный остров. Ну, Таупа он как к супервулкану относится. 5,0 на глубине 16 километров. Это между Австралией и Антарктидой. Так, в Канаде вроде бы ничего нет. Америку мы посмотрели. Давайте Мексику теперь рассмотрим. На северо-западе в Калифорнийском заливе 3,6 на глубине 10 километров. 3,0 на глубине 14 километров. Вдоль побережья такая серия троечек обычная. Ну, в заливе здесь покучнее активность. Давайте разбираться. Здесь на севере 3,4-28 километров. Здесь 4,1-11, 4,0-11, 4,0-18, 4,2-16, 3,9-17, 4,2-13 и 3,9-59 километров. Интересно, что будто мало пропустили. Ни одного землетрясения нет. Так, Сальвадор-Никарагуа здесь 4,0-9 километров, 3,8-19, 3,6-32, 2,9-32, 5,0-18 километров. Ну, относят к Коста-Рике, да, но тут спорно. Тут прямо на границе получается серия 4,4-22, 4,3-17 и 2,9-35 километров. Коста-Рика у столицы прям Сан-Хосе 3,8 на глубине 75 километров. В Панаме, а в Панаме есть вот 3,6 на глубине 10 километров. Так, вот нет в Колумбии, Эквадора, в Перу, в центральной части 4,6-65 километров. В Северной Чили 4,6-113 километров. Ну, здесь вот средней глубины классические стороны. Стороны Аргентины 4,5-192 километра, еще троечки. Тоже около 200 километров. У побережья центрального Чили 4,87 километров. У Кокимба 4,2-48, здесь 3,2-15, еще тут 2,7-71 километра. Южнее 2,7-46, у Концепсиона 3,1-64 километра. На самом юге Чили здесь 3,0 на глубине 26 километров. Так, это мы с вами посмотрели Южную Америку в Тихом океане. Ничего такого нет. Давайте перепроверим быстренько по европейской базе данных. Ну, здесь интересное землетрясение между границ Румынии и Молдои. В Черном море активность, да, у Анталии здесь активность. Кампи-Флегрей, вспоминаем, в районе Гималаев активность в Центральной Индии. Камчатка-Алиута и около Японии есть активность. Так, давай теперь посмотрим, что у нас тут по экватору. Ну, здесь небольшая активность Суматра, Ява, Морибанда, чуть помощнее Папуа. Активность Фиджи. Острова Фиджи там сверхглубокие. Смотрите, ну, это нормально. Ну, и по югу здесь, между Южней Австралией и в Новой Зеландии активность, то есть, такая вся типичная. Дальше сейчас пониженная активность, но совсем низкую я бы не стал ставить степень. Так, в США по побережью в основном, западный Техас. В Теннисе активность по побережью восточную Латинскую Америку. Хотя, смотрите, здесь в Никарагуа есть и со стороны Карибского моря. Хочу сказать, что повышенная активность в районе Пуэрто-Рико сохраняется в Центральном Перу, Северная Чили, Северная Аргентина, у побережья Центральная Чили, в Кокакимбе. И на юге Чили тоже мы видим активность. Ну, и закончим выпуск, давайте, швейцарской базы данных, где у нас сейчас самая активность. Это северо-запад. Здесь, кстати, как раз база, где живут. Тут 1,1 на глубине 23 километра. Ну, активность довольно часто, постоянно здесь. В Восточной Швейцарии есть. Ну, и в районе Манплана тоже видна активность. Ну, а с вами был Алекс, канал Береглаб. Желаю отличного поражения.